Хочу порекомендовать вам канал, где парень собирает различные устройства и проводит с ними эксперименты, подробно рассказывая о всех протекающих там процессах, будь то создание ультразвуковой ванны или получение нейтронной звезды в колбе. На создание некоторых проектов уходят годы, и все это для того, чтобы вы могли увидеть нечто уникальное и перенять бесценный опыт автора. Отличный юмор в сочетании с простой подачей сложного материала оценит даже школьник. Канал не ограничивается только электроникой, и тут каждый сможет найти себе что-то интересное, изготовление изделий по древним технологиям, запуск ракет, ювелирка и многое другое, включая эксперименты с радиацией, где автор показывает, как вычислить радиоактивные изотопы, которые могут находиться в ваших продуктах питания. Сейчас на канале вышло новое видео о литье древнеримской золотой монеты, которой примерно 2000 лет. Там вы узнаете очень интересный и простой способ определения пробы золота или серебра. Следите и не пропустите. Ссылку на хомяков оставлю в описании. Всем привет! Когда мы пробовали пробить с помощью 100-тонного пресса пластину от бронежилета, она эффектно лопнула при усилии в 90 тонн. Ее осколки полетели в разные стороны, сметая все на своем пути. Это была стальная пластина. Толщина ее составляла 6 миллиметров. Имеется у нас еще вот такая бронепластина. Она сделана из титанового сплава и имеет уже большую толщину. 7 миллиметров. Для начала попытаемся выровнять ее с помощью 100-тонного пресса. Усилия для этого хватает с запасом, но при снятии нагрузки она принимает свою первоначальную форму. Ну что, сейчас попробуем ее пробить. Для пробития воспользуемся насадкой Острый конус. Все-таки конус это сила. Нагрузка при пробитии не превышала и 25 тонн. Я не очень разбираюсь в бронесплавах, но насколько я знаю, чистый титан довольно таки пластичный металл. Этот же сплав ведет себя немного по-другому. Он скалывается, как закаленная сталь. А на изломе этой пластины можно заметить некую неоднородность. Она сделана, как будто слоеный пирог. На замедленной съемке видно проскакивание белых искр, что характерно для Титана и его сплавов. Порывшись в интернете, я нашел, что это за сплав. Оказывается, это сплав Титана с алюминием. Сам по себе Титан пластичный, алюминий еще более пластичный и мягкий. И как бы это удивительно не звучало бы, сплав Титана с алюминием имеет еще большую твердость, чем Титан. Пишите в комментариях, нравится ли вам, когда мы испытываем на прочность прессом такие неразрушимые предметы. И возможно в будущем мы испытаем такие вещи, которые не по зубам 100-тонному гидравлическому прессу. Субтитры создавал DimaTorzok